С момента пришествия в Карачаево-Черкесию стихии, которая оставила после себя немало проблем ряду населенных пунктов, прошло больше двух месяцев. О том, как с ними справилась региональная столица, все же корреспондент Артур Мхце. Черкесск не первый раз сталкивается с необходимостью оперативного возврата на привычные рельсы благоустройства после влияния сильных дождей и ветров. Снова заметно преображение дворов и улиц. Жители своими замечаниями также вносят лепту в облик родного города. Правда, есть то, что зависит в первую очередь от действий или бездействия обслуживающих организаций. Пришедшая в региональную столицу 31 мая текущего года непогода оставила после себя немало следов. От каких-то коммунальным службам избавиться уже удалось. Однако некоторые последствия града до сих пор представляют для людей опасность. Оставшиеся в оконных храмах некоторых многоэтажек стекла могут в любой момент упасть вниз. И хорошо, если в то время около дома никто не будет проходить. В противном случае беды не миновать. Люди не раз обращались в обслуживающие их имущество организации. Однако и через два месяца после стихии ответа не получили. У нас в соседнем дворе люди пишут и обращаются в управляющие компании. Управляющие компании сейчас неуправляемы. Я сама вообще-то старшая в доме. Я эту проблему очень глубоко знаю. Но повлиять, по-моему, на них некому у нас. Я не знаю. Но вот сейчас все равно вы сидите, по сути, под разбитыми стеклами. Да, конечно. Но это уже безобразие. Но а кто? Это же работа управляющей компании. Неужели нет никакого выхода из сложившейся ситуации? Или реакция от управляющих компаний на заявления людей поступит лишь после несчастных случаев? В городском управлении ЖКХ рассказали, как воздействовать на тех, кому жители доверили свое имущество. Жителям многоквартирных домов, указанных, необходимо обратиться в свою управляющую компанию. И в случае, если управляющая компания каким-то образом игнорирует, надо обращаться уже в мэрию муниципального образования города Черкесска или же в госжилнадзор. Те, в свою очередь, как бы будут выписаны предписания. Если управляющая компания не реагирует на эти предписания, предусмотрены санкции вплоть до того, что их могут даже лишить лицензии. Если в вашем доме есть схожая проблема, не стоит ждать, когда представители управляющей организации придут и обратят на нее внимание. Незамедлительно реагируйте сами по предложенному экспертам примеру. Промедление может привести к весьма неприятным последствиям. Артур Махце, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия.